Привитание, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Тема наша про астру. Как я сею астру, я сею по-разному. Ну и как я посоветую вам это сделать. Но сначала мы должны понимать, для чего мы что делаем, как мы сеем и почему. Астра считается растением короткого дня, поэтому вы замечали, что цветет она все-таки ближе к осени, как хризантема. Но существуют сорта раннего срока цветения, среднего и позднего срока цветения. Зачем я обращаю внимание на эти сроки? Потому что мы все живем в разных регионах. И даже на территории Беларуси сроки цветения будут отличаться, потому что отличаются погодные условия. Но все равно они будут колебаться плюс-минус 1-2 недели. Кочва будет в разных регионах весной разной температуры и осень будет наступать в разных регионах по-разному. Где-то она уже и в сентябре придется своими дождями-холодами, а где-то еще в начале ноября будет все хорошо. Поэтому надо учитывать вот такие биологические особенности сортов астры. Как мы ее можем посеять? Мы можем ее посеять непосредственно, конечно же, в горшочках в помещении и потом рассаду получать. А можно посеять грунт. Грунт тоже разные способы. Я когда-то рассказывала про подзимний посев. Мы ждем, когда наступит уже устойчивая холода. Это может быть конец октября, начало ноября. В бороздки присыпаем, не поливаем, так и оставляем. Но здесь мы можем встретиться с какими-то неприятностями. С какими? Потому что в результате длительных оттепелей может произойти вымерзание и успех у нас не получится. Некоторые даже сеют зимой. То есть подготовленные бороздки высевают, приходят, высевают, засыпают там опилками или торфом или перегноем. Можно посеять в ящике в помещении. Это я про зиму говорю. И вынести, прикопать. Тогда всходы получаются весной. Если ничего вот этого не произошло, там оттепелей и всяких суперморозов. То весной всходы появляются дружные. Они закаленные, крепкие. И замечено, что практически не поражаются фузариозом. Это для астры очень важно. Потому что она очень подвержена этому бактериальному заболеванию. Но поздние сорта при подзимнем посеве, они не дают семян. То есть если наша цель в конце сезона получить семена, то при ранневесеннем, зимнем посеве мы не добьемся, не получим семян. Но если у нас цель срезка или просто полюбоваться цветами, то тогда, пожалуйста, все у вас получится. Некоторые считают, что что там с этой астроей может происходить, она все равно зацветет. Вот я как укроп, например, я ее не сею, она сама себе как-то вот и растет. Для других это проблема. Кто-то читает на упаковочке, что размер цветка должен быть, допустим, 10-12 сантиметров. Либо куст должен быть с многочисленными боковыми побегами. А этого не происходит. Поэтому надо понимать, что почва должна быть хорошо подготовлена и удобрена. То есть это то, что уже составляющая агротехнического ухода, без которого нам никуда не деться. Значит, мы готовим почву. Если мы сеем астру в грунт весной, то нам это надо сделать. Допустим, в моих условиях это происходит в начале мая, где-то до числа 5 мая. Но снова же надо обратить внимание, чтобы это были лучше, конечно, сорта раннего и среднего срока цветения. Тогда астра порадует вас где-нибудь в августе месяце. И почва должна быть хорошо обработана. Не надо добавлять свежий навоз, потому что снова же будет у вас фузырез. И если даже фузыреза не будет, то будет большая пышная листовая масса и одиночные цветочки. Поэтому, если хотите вносить навоз, то его надо внести с осени. И с осени вносится все, что связано с мелом. То, что вот у вас есть. То есть известкование лучше провести с осени. Если осень не провели, то перед посевом, весенний период, за хотя бы неделю-две, надо провести известкование. Удобрение. Ну, всякое растение любит в начале своего роста азотное удобрение, потому что мы не видим эти процессы, которые происходят в растении. Но у астры цветочные органы, цветочные почки, они закладываются еще в течение, в начале первого месяца. То есть почва должна быть хорошо удобрена. Но не навозом. Азот способствует усвоению фосфора и калия, а фосфор и калий, соответственно, усиливает поглощение азота. Поэтому компоненты должны быть между собой сбалансированы. Многие удобрения, они там комплексные и все в своем составе содержит. Можно найти удобрения, которые по разным фазам роста. Ну, и все-таки для средней полосы, для умеренной зоны я бы рекомендовала посев в закрытом помещении. Тогда как-то все происходит надежнее. И вот этот период, когда формируются цветочные почки, это связано с биологией самой астры, там, где она у себя на родине живет, так уж сложилось, что именно на длинном цветовом дне формируются бутончики. Если мы будем делать поздние посевы, то поэтому у нас будет неудача с цветением. Ну, вот мне кажется, ничего такого сложного. Главное все, чтобы у нас совпало. Почва, удобрения и сроки посева. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok